Концерт «Музыка эпохи барокко» прошел в уютной камерной обстановке. На сцене музыкальный коллектив «Иль темпо ди Франческо», что в переводе с итальянского означает «Время Франчески». Возникло такое название не случайно. В те давние времена много артистов носило именно это имя. В программе выступления произведения самых громких имен эпохи барокко. Клаудио Монтеверди, Дарио Костелло, Джулио Качини, Барбара Стротсе, Джираламов и Скабальди. Сюрпризом концерта стало исполнение сочинений английского композитора Джона Болдвина. По признанию коллектива, до наших дней они сохранились лишь чудом, и исполнение их можно считать премьерой. Что же мы знаем о ворочной музыке, появившейся в период 17-18 веков, в самом конце эпохи Ренессанса, она стала отражением тех давних лет, времени гениальных географических и научных открытий, периода страшных европейских войн. Тогда в музыке на смену простоте и пришли сложные образы и формы. Для музыки барокко характерны контрасты, характерно острое, динамичное звучание и в то же время лирическая составляющая, которая идет в контрасте с бурей чувств, которые обушивают у людей. То есть этот интерес к контрастам, форте, пиано, грусть и веселье, столкновение этих двух контрастных стихий, в этом, в общем-то, наверное, основной смысл музыки барокко. Для лучшего восприятия с зрителями старинных произведений коллектив остановил свой выбор не на современных, а на так называемых аутентичных инструментах, на которых, собственно, и зарождалась музыка барокко. К ним можно отнести мандолину, флейту и клавесин. Последний заслуживает особого внимания. Этот инструмент, да, действительно достаточно редкий, но для исполнения старинной музыки, ну, в общем, другого инструмента не придумать. Мы пробовали исполнять старинную музыку с помощью фортепиано, но, конечно, вот эти неповторимые тембры, они очень важны именно для передачи вот именно той барочной какой-то атмосферы. Зрительный зал был покорен. К слову, среди аудитории встречались и совсем молодые люди. Мне понравилось то, что исполнители, исполнители очень хорошо отыгрались, пели, и они передали ту атмосферу и то время. Я такой жанр музыки очень мало слушал, и это зацепило. Мне захотелось послушать еще. Музыкальный коллектив очень интересный, молодой, и когда люди собираются, чтобы делать такую красивую музыку, которую мы не всегда слушаем, это музыка эпохи барокко, нам с мужем очень понравилось. Такая музыка, как и любая другая музыка, является проводником в некий мир, некий мир переживаний, времена, которые когда-то были, и одно дело, когда слушаешь это в наушниках или за каким-то воспроизводящим инструментом в виде технического устройства, а другое дело, когда ты живая музыка. Лучшим подарком, по признанию зрителей, стали бы и регулярные выступления коллектива на сцене в горках Ленинских. И как знать, может, уже к 8 марта будет готов концерт, в рамках которого аудитория сможет услышать произведения женщин-композиторов эпохи барокко.